Накануне в Екатеринбурге в неподдающийся счету раз крупные силы пожарных, 26 машин, 43 человека личного состава, были стянуты к центру города в парк Зеленая Роща на тушение, давно уже не работащей, но так и не снесенной бывшей городской больнице скорой медицинской помощи. Пожар начался около пяти часов вечера и был полностью ликвидирован лишь за час до полуночи. Характерный запах пожарища благодаря южному ветру почувствовали все центральные районы Уральской столицы. В будущем году Екатеринбург может отметить круглую дату, 15-летие расформирования этой некогда главной городской больницы. Построенная в 32-м году прошлого века по проекту архитектора Югова, эта больница несколько лет просуществовала как госпиталь НКВД, но вскоре стало понятно, что милиционерам такого шикарного здания слишком много, а вот центральной городской больницы Свердловска в самый раз. В 70-х годах статус этой клиники вновь поменялся и она стала городской больницей скорой помощи с развитой травматологической службой, ожоговым, сосудистым, кардиологическим, токсикологическим центрами. Не то что городского, но областного и даже межобластного значения. Так, например, когда в 1989 году в Башкирии сгорели два пассажирских поезда Новосибирск-Адлер и Адлер-Новосибирск, половина их пассажиров погибла, половина получила термические ожоги, Свердловское ГКБ СМП стало одной из больниц, где проходили лечения пострадавшие. А эти кадры нами были сделаны в 2000 году перед так и не состоявшимся торжественным открытием новейшего сепсисного центра, который должен был начать работу в надстроенном крыле больницы. Вот как выглядит это крыло сейчас снаружи, его отличает красный кирпич. Тогда, 14 лет назад, решение мэрии Екатеринбурга о закрытии единственной в области больницы скорой медицинской помощи стало громом среди ясного неба. Вслух о закрытии, конечно, не говорилось. Речь шла о временном расселении на период капитального ремонта. Но самим врачам тогда уже было ясно сказано, больницы здесь больше не быть. Благодарите за это свое начальство. Кто имелся в виду? Главврач Чеснов или директор Козлов, которые якобы оказались политически нелояльны к тогдашнему мэру Чернецкому и отказались поддерживать его на выборах, сейчас уже вспоминается с трудом. Но факт остается фактом. Самая тренированная круглосуточная работа и команда врачей была разогнана. Оборудование частично раскидано по другим больницам, частично утрачено при демонтаже. Пациенты, об условиях содержания которых так беспокоились чиновники, затевая ремонт клиники, оказались в еще худших условиях 23, 14, 20 больниц. Один из корифеев тогдашней команды ГКБ СМП, заведующий отделением гемодиализа Борис Захаров, не сумев пережить развала дела всей его жизни, тогда повесился на решетке окна своего бывшего кабинета. Между тем, освободить шикарное место в центре города под новую застройку городскому руководству так и не удалось. Здание оказалось памятником архитектуры. К тому же закон, подписанный еще Борисом Ельцином, запрещает перепрофилировать помещения, ранее построенные для лечебных целей. Так что ни снести нельзя, ни под торговый центр переделать. Но выход был найден. Нужно было просто снять охрану с пустующей больницы под предлогом нехватки средств в городской казне и тупо ждать, когда подростки, бомжи, мародеры разнесут его по кирпичикам или сожгут дотла. Обратите внимание, как огнеборец тушит огонь на третьем этаже больницы. Прямо с первого. Это значит, части перекрытий там уже нет. Возможно, еще годик-другой и останется нам развести руками. Как же так? Такую красоту утратили. Такую историю не уберегли. Эх, варвары мы, варвары. Ну хоть завал это расчистить надо. Не пропадать же такому месту.